Оба чиновника ничем не удивили искушенных журналистов, которые надеялись услышать возможные цифры приема новых беженцев или точные сроки их прибытия. Еврокомиссар, как и большинство европейских гостей, на подобных пресс-конференциях рассыпался в комплиментах эстонскому правительству и отечественному опыту в сфере инфотехнологий. Он поблагодарил Эстонию за сотрудничество в вопросах распределения беженцев и отметил помощь информационного европейского агентства ЭОЛИСА, который базируется в Эстонии. Если мы говорим о Евросоюзе, то, конечно, сегодня, как мы знаем, у нас есть Европол, у нас есть ЭОЛИСА. ЭОЛИСА находится здесь, в Эстонии, в Таллине, и занимается в первую очередь с теми системами, которые помогут Евросоюзу. И наша цель все-таки в том, что если мы посмотрим на будущее, то эта агентура была бы мощнее, эта агентура может сделать больше для того, чтобы все-таки здесь у нас в Европе и в Эстонии было бы безопаснее жить. Министр внутренних дел Певкур сказал также, что вопрос о новой договоренности по расселению беженцев будет решен в конце 2017 года. Пока что, как сказал Певкур, говорить о конкретном решении рано. Процесс пойдет, я бы сказал, нормально. Конечно, нового очень много, но надеемся, что все местные и все сработники могут быть успешными. Как польстил присутствующим высокий европейский гость, Эстония стала одним из ключевых игроков в Европе при решении важнейших проблем. По его словам, Еврокомиссия и правительство Эстонии готовы продолжать совместную работу. Так как многие беженцы уже находятся на европейской земле, а именно в Италии, Греции, Болгарии, все страны ЕС должны разделить ответственность за судьбы этих людей. Сейчас Евросоюз гораздо лучше подготовлен к новым волнам миграции, но при этом нужно искать возможности достичь стабильности в регионе, откуда вынуждены бежать люди. Так что все же главное стало ясным, беженцы продолжат пребывать в Эстонию. А тем временем стало известно, что некоторые получившие убежище в Эстонии беженцы начали подавать заявление о желании воссоединиться с семьей. Проще говоря, намерение перевести сюда своих родственников. Алексей Милованов, Риха Пресс, Первый Балтийский канал.